Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Мода с Владанной, сегодня я для вас подготовила обзор своего любимого комбинезона, в таком восточном стиле, я сегодня в образе Шехерезада Иванова, да, я готова, вот на мне комбинезон с шальварчиками, я его люблю и захотела вам его презентовать сегодня, эта маечка соединена с штанишками, шароварчиками и в районе соединения у меня расположены такие патики, вот вы видите, с пуговичками и я могу моделировать различные варианты, я могу вот эти вот треугольнички на штанишках, как пристегивать сзади, так пристегивать одну часть спереди, вторую сзади, ну и спереди, вот здесь на уголочках расположены петельки и очень удобно они держат вот эти вот наши треугольнички, в боковых швах у меня расположены карманчики, так, секундочку, заначка, хорошая заначка, так, карманчики, вот вы видите, мешковинка и я на штанишках люблю, когда у меня карманчики и вот они здесь очень кстати, здесь внизу по низу наших штанишек у меня линия сгиба, здесь нет шва и она вот переходит, вот здесь вот тоже нет шва, переходит в наш манжет, а шов проходит по боку и образует вот эти вот дополнительно треугольники, которые нам и создают драпировку, на маечке для того, чтобы как бы поддержать вот эту идею с драпировкой, я драпировку предусмотрела вот от бокового шва, у меня раздвижка и на грудь и на животик, вот это дает возможность корректировать там наши складочки и вот очень хорошо такая зона пояса с драпировкой сочетается с моей драпировкой на штанишках, ну это не какой-то сверх креатив, мы с этой моделью уже с вами давно знакомы, ну вот как бы я захотела вам показать именно свой комбинезон, как он на мне смотрится, верх этого изделия у меня двойной, вот то есть это все достаточно как бы плотно я на себе ощущаю корсетиком, это трикотаж, вот здесь у меня сгиб проходит, поэтому обрабатывать эту часть не нужно, вот оно все двойное, аккуратно, пришиваются поверху мои ленты, вот вы видите бретели, вот они по прямой переходят в такие ленты, которыми я могу завязывать их спереди, могу просто вот так вот в свободном полете с ними играться, различные вариации создавать, подробности моих шальварчиков мы с вами рассмотрим на столе, на выкройке, вы подробно во всем разберетесь, я сделаю схему с размерами и вы сможете сами самостоятельно их себе изготовить, сейчас мы приступаем к нашей схеме моего комбинезона, я вас ознакомлю со всеми нюансами верха маечки и низа шальварчиков, майка это два прямоугольника перед и спинка, рисую перед, в верхней части у нас сгиб, вот здесь мы сгибаем, так как и перед и спинка у меня двойной, перед это абсолютный квадрат, это 40 сантиметров в верхней части, 40 в нижней и по высоте 40 сантиметров, соответственно, вторая часть такой же квадрат, в общей сложности у меня длина этого прямоугольника 80 сантиметров, спинка отличается от переда тем, что ее высота 30 сантиметров на 10 сантиметров меньше, ширина также 40 и также спинка двойная 60 сантиметров, на фигуре это будет смотреться таким образом, по переду у нас дается драпировка в груди, можно дать небольшую драпировку по всему боковому шву, но это уже по желанию, и расстояние между бретелями по переду 18 сантиметров, высота вот здесь у нас получается 40 сантиметров, по низу 40 сантиметров и по низу и по талии и по верху, по спинке у меня расстояние между бретелями 14 сантиметров, ширина бретели 4,5 сантиметра, готовый вид, бретель представляет собой ленту длиной 1 метр с закругленным краем и одна сторона со сгибом, ширина 4,5 сантиметра, длина бретели непосредственно того участка который пришивается 35 сантиметров, длина ленты которую я завязываю на шее, спереди, в любом, могу даже не завязывать, они у меня в свободном полете болтаются, соответственно 65 сантиметров, вот моя бретель, приступаем к моим шальварчикам, ось симметрии по переду, перед и спинка одинаковые, поэтому я рисую деталь которая подходит и для переда и для спинки, шириной вся эта моя деталь метр сорок, здесь у меня проходит сгиб, вот этот размер 75 сантиметров, то есть соответственно нам на шальвары на брючке нужно полтора метра, вот я сейчас нарисую выкройку половину перед, а дальнейшие 75 сантиметров это будет спинка, вот я пишу сразу сгиб и вот здесь по оси симметрии тоже сгиб, в этой части вот здесь вверху заниженная талия, вот такая вот линия формируется, как она формируется? понижение от верха ткани на 5 сантиметров и вот в этом участке у меня помещается 45 сантиметров, то есть по маечке внизу было 40, то по брючкам вот вместо стачивания маечки и брючек 45 сантиметров, я дала на 5 сантиметров больше и по переду и по спинке для легкой посадки, чтобы штанишки были припосажены на маечку и не затягивали вот зону животика, соответственно вот вы на 5 сантиметров опуститесь и ровную линию проводите и потом закругляете, закругляете это на наши бедра, эта линия она пройдет шов по бедрам, наша длина общая метр сорок, соответственно вот здесь 70 сантиметров, это мой уголочек моих штанишков, вот он вот таким образом получается и на угол сюда я пришиваю петельку и вот в этом шве у меня предусмотрен карманчик, низ моих штанишек и размер его 13 сантиметров в половинном размере, соответственно полностью 26 сантиметров, это трикотаж, все тянется эластичный двухсторонний трикотаж, до закругления у меня вот здесь 45 сантиметров, и от верха вот до этой части тоже 45 сантиметров, а внизу вот здесь 30 сантиметров и мы находя эту точку и имея вот размер 13 сантиметров мы плавненько вот выходим на нее и здесь вот так радиально выходим опять же на эту точку, вот такая форма, то есть вы можете, ну не обязательно прямо тут как-то пытаться что-то какие-то сантиметры вымерять, вы посмотрите чтобы вот тут вот у нас был прямой угол, а потом оно может быть чуть чуть меньше, чуть чуть больше, то есть эта линия она не принципиально там ее как-то выстраивать, лекало приложили и обвели, здесь у нас 30 сантиметров должно быть и мы как бы плавно выходим, и опять же это под мою ногу, под мой размер икры, вы смотрите на себе, может быть вам захочется здесь подзаузить или наоборот поддобавить, то есть я вам даю конкретно свою личную схему 54 размера с эластичным трикотажем, у нас это расстояние также 70 сантиметров, если вы допустим захотели уменьшить вот здесь, вы тоже можете сделать 60 сантиметров 65, то есть вы уже когда эти штанишки пришьете, оденете на себя с маечкой, вы увидите нравится вам, не нравится, то есть я сделала себе таким образом, вот в этот размер вот здесь у меня входит подворот на распошивалку 2 сантиметра, это низ моих штанишек, вот с этой стороны тоже симметрично, та же самая картина и вниз пошел, если допустим это перед, то соответственно спинка, такая у вас должна быть выкройка, вы можете ткань сложить в 4 слоя и аккуратно вырезать вот эту часть, 4 слоя вырезали, раскрыли и у вас получились штанишки и потом соответственно вот здесь у нас получилась наша талия, вот такая у нас чудесная снежинка, как мы вот в детстве любили вырезать с вами из салфеток сложив 4 раза, если у вас меньше размер или тонкая талия, вы соответственно себе и дырочку уже будете вырезать под свои размеры, у меня здесь дано в минусе, учитывая что очень эластичный трикотаж и все тянется, потом хочется добавить вместо стачивания майки и штанишек, здесь нужно обязательно пришить или же резиночку, или же вставить шнурок, поясок, кулисочку, чтобы вот этот весь объем штанишек, чтобы он не сползал, не растягивал вверх майки, чтобы вы смогли затянуть на себе и зафиксировать, в моем комбинезоне пришита резиночка, но в принципе было бы неплохо, учитывая что у нас двойной верх, предусмотреть и сделать там кулиску, втянуть шнурок, поясок, то есть оно хуже не будет, в уголочках вот здесь нужно вставить петельки, вот в этой зоне находятся вот такие паты, они как по переду, так и по спинке 4 и на них расположены пуговички, они длиной по 15 сантиметров и вы пришиваете пуговичку уже на ваш вкус, ширина 4,5 см, такая же как ширина бретели, 4,5 см, я вам покажу сейчас на комбинезоне вот в этом уголочке вот такая у меня аккуратненькая петелька, вот она сделана вывернута изнутри, растянутая и утюжком зафиксирована, вот моя петелька и она на пуговичке с 4 дырочками, пуговичка плотно пришивается, чтобы претель не расстегивалась вот эта вот часть и она очень хорошо, прекрасно на пуговичке держится, это на углу, вот здесь вот шовчик находится внутри, тоненький оверлок, вот этот уголочек аккуратный, в самый угол вставлена моя петелька, вы видели, я пристегиваю могу спереди, могу сзади, но этот мой комбинезон за счет своего такого насыщенного фиолетового цвета я надеваю и осенью и весной и даже могу зимой под короткую куртку, под ботильоны, то есть прекрасно смотрится в любое время года, но конкретно сейчас вот я его достала и понимаю, что мне просто хочется собирать чемоданы и с этим комбинезоном отправляться куда-нибудь в жаркие восточные страны, расход ткани на брючки наши 1,5 метра при ширине 1,40 метра, на кофточку на маечку 80 сантиметров, то есть соответственно 1,5 плюс 80 нужно 2,30, дополнительно бретели не проклеиваются, они эластичные, двухслойные, вообще здесь у меня ничего не проклеивалось, все нюансы уточнила, все просто, буквально за полдня его можно пошить, вот вы можете сейчас посмотреть в готовом виде моя выкройка, это линия, вот такая красивая линия у меня здесь, ну я думаю, что она у вас тоже так же получится, здесь 45 сантиметров, вот мой уголочек с петелькой, здесь карманчик, здесь моя ножка, низ штанишек, вот расстояние 30 сантиметров, 45 сантиметров, все просто, можно короче, можно регулировать в зависимости под ваши вкусы, мы делали много таких комбинезонов и в каждом случае вносились какие-то уточнения, пожелания, вот эта часть это сгиб и соответственно по переду и по спинке тоже сгиб, все разобрали, дерзайте, шейте, носите, так же как и я, получайте удовольствие от этого изделия, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, желаю вам всего самого доброго, до скорых встреч на канале Мода с Владаной, буду вас радовать своим креативом, от夕